Семья студента Сергея Петрушина память о параде 7 ноября хранит поколениями. Дедушки парня прошли всю Великую Отечественную войну, дошли до Берлина. Один в роли пехотинца, второй танкист. Сергей интересуется историей России 20 века, и в свободное время парень работает в музее Поволжского государственного колледжа, где учится на втором курсе. Молодой человек знает все об экспозициях, помогает экскурсоводу. Полезный досуг дает свои плоды, поэтому именно Сергею и его напарнице Ольге выпала возможность провести открытый урок и рассказать первокурсникам о параде, который в 1941 году проходил в Куйбышеве. Как мы знаем, этот парад проходит в нашем городе уже не первый год. День 7 ноября, парад памяти, очень важен не только для города, но и для моей семьи в целом. Патриотическому воспитанию в колледже уделяют повышенное внимание. На базе учебного учреждения с 70-х годов прошлого столетия работает один из самых крупных военно-исторических музеев Самары. Он состоит из трех больших тематических залов, среди которых и экспозиция, посвященная параду 7 ноября. Уникальные фотографии, исторические записи и артефакты, объемный пласт информации, специально для того, чтобы студенты знали и чтили подвиги своих предшественников. Среди экспозиций особое место занимает фронтовая землянка. Здесь находятся диорамы, которые студенты сделали своими руками. Одна из таких постановок посвящена подвигу Владимира Петровича Майборского. В 1944 году он закрыл своим телом амбразуру врага на одну из огневых позиций. Герой чудом остался жив. Это один из уникальных случаев в истории, отмечает руководитель музея Надежды Тюхсенева. Когда он ползком подобрался к данному цоту и бросил туда несколько гранат, пулемет развернуло и пули попали в бок, а не в живот и грудь. Это было бы смертельно. Долго врачи боролись за жизнь данного героя. И в 80-е годы Владимир Петрович Майборский, как почетный гость, приезжал к нам в музей, Поволжский государственный колледж и подарил гимнастерку старого образца, которая нам лежа одета. Для Поволжского государственного колледжа события 7 ноября 1941 года особенно важны. В этот день одним строем с бойцами, отправляющимися на фронт, прошли и учащиеся ремесленного училища номер один, родоначальники профессионального образования в Куйбышеве. Шли под знаменами трудовых резервов, после гарнизона и частей войск. Переходящее знамя несла сводная группа знаменосцев, среди которых был активный участник комсомольского ополчения 1941 года Анатолий Хуторов. Одна из экспозиций Военно-исторического музея колледжа посвящена этому знаменитому ремесленнику военного времени. Михаил Ермоленко, Константин Головин, События.